Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на телеканале ТДК-42. В студии работает Сергей Уланов и Иша Киреева. И в начале выпуска коротко о главном. Электронную систему таможенного администрирования запускают в Казахстане. Нет беспорядку в городе. В Уральске организованы рейды в целях профилактики населения. В Акжайском районе массово гибнет скот. Роман Копняев выяснял, что стало причиной. В Казахстане запустили электронную систему таможенного администрирования. Система включает такие функции, как саморегистрация, удаленное декларирование, безбумажные сопроводительные документы, электронные платежи, возможность выбора таможенного поста и места размещения товара. Пилотной зоной выбран центр таможенного оформления Астаны. А полное ее внедрение в Казахстане планируется к 1 июля 2017 года. Я мзду не беру, мне за державу обидно. Это известная фраза таможенника из кинофильма «Сегодня как нельзя актуально». Таможня дает добро, но в электронном формате. Казахстанская таможня намерена перейти на полное электронное декларирование в недалеком будущем. Таким образом, взаимосвязь между предпринимателем и таможенными оформителями будет полностью разорвана. Будет исключен человеческий фактор при взаимодействии предпринимателей и таможенных оформителей. А из таможенного документа оборота полностью исключается бумага. Вместе, наконец, находятся все государственные органы и бизнес-структуры, которые нужны для бизнеса, чтобы провести таможенное оформление. То есть здесь находятся и фитосанитарный контроль, ветеринарный контроль, комитет по защите прав потребителей, органы сертификации, брокеры, почта, банки, столовые и так далее. То есть это то, чего не было. Раньше в Астану приезжал, он шел, приходил к нам, потом искал в другом месте минсельхоз, в третьем месте он искал там, где заплатить. Сегодня электронное таможенное декларирование входит в число абсолютных требований и рамочных стандартов Всемирной торговой организации. Но не во всех странах мира применяются безбумажные технологии таможенного декларирования. У нас электронное декларирование будет вводиться поэтапно. Система позволит бороться с коррупцией, контрабандой и контрафактом. На данный момент 20 участников внешнеэкономической деятельности выразили готовность участия в пилотной системе. Кстати, в этом вопросе Казахстан перенял опыт Грузии, которая славится тем, что очень успешно борется с коррупцией. Почти все бумаги будут с десятки. Естественно, это время, это выигрыш времени. Абсолютно все видно, все импортеры видят, как оформляется его декларация, как идет досмотр груза. То есть это значит, что, естественно, тут не может быть речи даже о коррупции, потому что абсолютно все видят. По словам разработчиков, система в перспективе создаст основу для единого окна, призванного обеспечить эффективное взаимодействие всех контролирующих ведомств в реальном времени. На экране уже видно, как досматривают груз, и все госорганы уже находятся в одном месте. Пилотный проект в столице помогли внедрить эксперты ООН, причем почти бесплатно. Правда, налогоплательщикам Казахстана все-таки придется раскошелиться. Он согласился на то, что стоимость сама ноль. Самой программы они бесплатно нам передали полностью в секунду. За внедрение, за сопровождение это стоило 3,7 миллиона долларов. Не сравнить с тем, что происходит на всю страну. Это бюджетные деньги? Это бюджетные деньги, которые на 3,7 миллиона, которые должны мы заплатить. На ее базе мы расширяем платформу, будет единое окно, чтобы и другие государственные органы работали в одной системе. Но чиновники заверяют, что для предпринимателей использование системы никакой дополнительной нагрузки в виде покупки специального программного обеспечения не потребует. Система позволяет осуществлять свободный доступ даже с персонального компьютера у вас дома. Боржан Шайхмет, Ганиза Туспанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. В Западно-Казахстанской области проведут масштабные ремонтно-восстановительные работы на гидротехнических сооружениях. Это позволит сэкономить ежегодно до полумиллиарда тенге. Об этом сообщил Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов, отчитываясь по итогам полугодия. Кроме этого, глава области сообщил, что в ближайшие несколько лет в областном центре отремонтируют около 100 километров автодорог. 80% живительной влаги для Женибекского, Букиординского, Женгалинского и Косталовского районов поступает из соседней России. В прошлом году была подана заявка на приобретение 107 миллионов кубометров воды. Курс тогда составлял 4,5 тенге за 1 рубль. Сейчас курс поднялся до 5,3 тенге за рубль. Для получения требуемого объема не хватает 620 миллионов тенге. Аким региона заявил, что реконструкция Кирово-Чижинского канала позволит решить проблемы. Успешное завершение работы позволит обводить 130 тысяч гектаров земель. Это в трех районах нашей области. Тоскалинский район, Акжаевский район, Косталовский район. Более 6 тысяч гектаров гарантийного лиманного решения. И мы получим импортозамещение. То есть мы воду не будем получать в размере свыше 30 миллионов кубов. То есть будем поставлять свою воду. И это будет экономить нам ежегодно полмиллиарда тенге. В рамках антикризисных мер на строительство жилья необходимой инфраструктуры в этом году выделено 12 миллиардов тенге. Большая стройка позволит обеспечить работой тысячи западно-казахстанцев. Планируется к сдаче заселения 14 многоквартирных жилых домов. Это все дома Уральские и один дом Вахсая. Общей площадью свыше 100 тысяч квадратных метров. Это более полутора тысяч квартир. Также планируется реализация 22 объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры протяженностью 376 километров. Самый больной вопрос для западно-казахстанцев – это состояние дорог. В этом году планируется отремонтировать более 230 километров автомобильных дорог. Это участки трасс Чапаева-Жангала-Сайхин, Аксай-Чингерлау, Анкаты-Саравомир, Жемпиты-Каратобе, Ураль-Скирсаново и подъезд к селу Булдурты. В перспективе остается соединить еще три районных центра – это Косталка, Жангбек, Сайхинь, в которых 94 населённых пункта с населением более 63 тысяч человек. То есть по ним мы уже должны работать. Планируем. Однако при этом в городе отремонтируют лишь 20 километров автодорог, хотя без асфальта остаются более 200 километров. Что намечается и делается получение состояния старостепенных дорог города и расширение арочной системы и водоотведения. Каждому жителю его улица является первостепенной. Правильно же? Ну, конечно, есть магистральные улицы, над которыми мы сейчас работаем. И прежде всего, в основном, зачастую бывает так, что чтобы сделать асфальт, нужно отремонтировать инженерные сети. Иначе это будет неэффективно использованное средство. Депутаты и представители общественного совета дали позитивную оценку деятельности Акима региона, который отработал первые 100 дней. Учитывая и развивая город, как город умный, мы бы развивали и сохраняли его исторические черты, его культуру. Культура и духовность – это то, что спасет мир. Это то, что стоит даже важнее, мне кажется, некоторых социально-экономических показателей, которые необходимы нам развивать. И очень правильно, что вы сказали, что именно умный город, город, в котором учатся все показатели, все характеристики, в котором на первом месте стоит качество жизни гражданиного человека, это очень важно. В завершении Акимобласти поздрял всех с Днём Астаны, желая жителям региона богатства и процветания. Роман Копняев, Абулат Жигепар, Махабет Консултанов, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Предприятия ТО Юна и Аксай Железобетон задолжали своим сотрудникам свыше 20 миллионов тенге. Без заработной платы остались более 150 человек. После обращений сотрудников компании в суд, делом занялись органы прокуратуры Уральска и Бурлинского района. По актам реагирования прокуратуры задолженность была возмещена. Защита трудовых прав граждан взят на особый контроль. Исполнительное производство о взыскании заработной платы, которое находится сейчас в департаме юстиции, а также в производстве частных судебных исполнителей, нами еженедельно анализируется. По нашим актам реагирования взыскана задолженность по заработной платы перед 163 лицами на сумму более 20 миллионов тенге. В экономику области привлечено 355 миллиардов тенге инвестиций. Рост по сравнению с прошлым годом составил 28%. Об этом сообщил Аким области Алтай Кульгинов. В рамках карты индустриализации и в регионе реализуется 41 проект на сумму 330 миллиардов тенге. Один из успешных проектов – это ТО «Стеклосервис». Предприятие начало увеличивать производственные мощности. Роман Копняев расскажет подробнее. ТО «Стеклосервис» – один из наиболее удачных примеров государственно-частного партнерства. Предприятие получило господдержку в виде подведения необходимой инфраструктуры. После этого объем производства увеличился более чем в 10 раз. Около 40% продукции идет на экспорт. Благодаря дорожной карте 2020, которую предоставил нам наш президент, мы выстроили в своем развитии. Ну и, соответственно, как и планировали, дальше идет наше развитие дальнейшего строительства. Производственные мощности этого завода на данном этапе где-то порядка полумиллиона квадратных метров в год стеклопакетов. В связи с вводом нового оборудования, новой площадей, мы увеличим свое производство где-то раза в три. Как отметил глава области, по итогам 2015 года доля проектов карты индустриализации в общем объеме промышленности составила 30%. Весомый вклад вносит малый и средний бизнес, где в 40 тысячах субъектах трудится более 105 тысяч человек. Это половина экономически активной части населения или же каждый шестой житель нашего региона. Уровень безработицы сдерживается в пределах 5%. В рамках госпрограмм и отрестливых программ создано свыше 2000 мест, трудостроено более 3000 человек. Сейчас на заводе идет работа по строительству новых корпусов. Это даст возможность увеличить объем выпускаемой продукции. Сейчас мы видим на примере ТО «Стеклосервис» пример индустриализации. Вот это предприятие начиналось с маленького цеха, в котором работали всего три человека. Сейчас на производстве заняты 70 сотрудников. Сейчас возрос интерес к противоударным и противошумным стеклопакетам. В моду вошло и энергосберегающее остекление. Мы делаем сейчас акцент на безопасность. У нас производство считается опасным, и поэтому мы делаем термическую обработку стекла. То есть делаем стекло безопасное. Это главное сейчас, потому что много сейчас высоток строится, много зданий. И стекло делаем безопасное. То есть не дай бог, если стекло разбивается, то оно разбивается на мелкие фрагменты, что делает безопасным, то есть не повредит человека. При увеличении объемов производства предприятие планирует создать как минимум 50 новых рабочих мест. Роман Копняев, Айбула Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42. Палата предпринимателей области подвела итоги работы за первое полугодие. Только с начала этого года в центрах поддержки предпринимательства почти 3,5 тысяч человек получили различные услуги. В настоящее время Нацпалата региона ведет работу по 7 приоритетным направлениям. Палата предпринимателей области была создана почти 3 года назад. Одновременно был сформирован Совет предпринимателей региона. Также при палате действует Совет по защите прав предпринимателей и Совет деловых женщин. Общая сумма защищенных имущественных прав бизнесменов с начала года составила полмиллиарда тенге. Мы усилили направление защиты благодаря меморандуму между Палатой предпринимателей, прокуратурой области. У нас совместно работает мобильная группа. То есть за первые полгода уже 15 выездов данной мобильной группы по всей области уже было совершено. Из этих 15, 7 получили подтверждение на месте нарушения прав предпринимателей были приостановлены. Один из последних проблемных вопросов, рассматриваемых на Совете защиты прав предпринимателей, это не выплата компенсации за скот, заболевший бурцеллезом. По Зеленовскому району, по району где-то 9 миллионов должны местный бюджет, в том числе здесь и есть индивидуальные предприниматели, то и несколько крестьянских хозяйств. Необходимо отметить, что по действующему законодательству основания выплаты есть, такие механизмы предусмотрены, но из-за того, что бюджет района, бюджет области планируется сразу на три года, на этот год не рассчитали, можно сказать, как не предусмотрено. В завершении представители палаты предпринимателей отметили благодарственными письмами журналистов, освещающих их работу. Среди награжденных шесть представителей ТДК-42. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. Авария с участием сразу четырех машин произошла в Уральске. Возможная причина – это невнимательность одного из водителей и превышение скоростного режима. ДТП зарегистрировано на улице Ружейникова неподалеку от железнодорожного переезда. На место происшествия прибыли машины скорой помощи и противопожарной службы. Одна из машин загорелась. По счастливой случайности никто в аварии серьезно не пострадал, но автомобили получили серьезные повреждения. Далее в выпуске мы представим вашему вниманию не менее интересные события в специальном видеообзоре. Казахстанский турист попал под колеса тук-тук машины в Таиланде, переходя дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм мужчина скончался на месте. Как рассказали очевидцы, происшествие 48-летний кобед вместе со своей супругой делал покупки в Market Village. 53-летний водитель на бешеной скорости пролетел через переход и сбил туриста. От полученной черепно-мозговой травмы турист скончался на месте. Пользователи соцсети призывают власти заняться решением проблемы и хотя бы установить светофор, поскольку конкретно в этом месте аварии случаются с завидным постоянством. Водителю планируют предъявить обвинение по факту причинения смерти. Нападение произошло вечером в понедельник, когда тысячи паломников собрались для вечерней молитвы. Мечеть пророка – место погребения пророка Мухаммеда. Одна из главнейших мусульманских святынь. По данным Министерства внутренних дел страны, смертник привел в действие взрывное устройство после того, как привлек внимание охраны, которая сочла его поведение подозрительным. Ранее в понедельник прогремели взрывы около шиитской мечети в городе Катиф на востоке страны, а также в Джиди, неподалеку от американского консульства. То, что взрыв произошел именно в Медине во время священного месяца Рамадан, означает, что мусульмане всего мира будут глубоко потрясены. Взрывы в Саудовской Аравии произошли под конец священного месяца Рамадан незадолго до празднества Ураза-Байрам. По заявлению Министерства внутренних дел Саудовской Аравии, в июне неизвестные совершили 26 нападений в этом королевстве. Беспорядок начинается с самых мелких нарушений. В этом на собственной практике убеждаются сотрудники правоохранительных органов. С целью поддержания чистоты и предупреждения правонарушений они проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Тазакала. Чистый город». Основная задача его – это активация нулевой терпимости к нарушениям порядка. Одним из основных объектов проверки стали торговые точки. Именно здесь огромное количество людей, товаров и отходов. Стихийные рынки – яркий пример нарушения порядка. Приступая закон, торговцы реализуют молоко, яйца и прочую скоропортящуюся продукцию, мало того, без холодильных камер, да еще и земли. Приманка для покупателей в этом случае – сравнительно низкая стоимость товара. Естественно, продавцы стихийных рынков первые на очереди по разведению антисанитарии. Но они, в свою очередь, заявляют, что ни в чем не виноваты, ссылаясь на то, что это их единственная возможность заработать. «У нас нет больше работы, кроме этой. Почему нас лишают этой возможности? А нам надо семью кормить. Вы говорите, что мы нарушаем закон. Мы же не убиваем и не грабим». Стоит отметить, что сотрудники полиции выявили не только нарушения санитарных норм, но и различные беспорядки. «Привлечены участковые инспектора, инспектора дорожно-патрульной полиции, инспектора ювенальной полиции. Непосредственно на своих административных участках и маршрутах патрулирования указанные лица ежедневно несут службу». Проблема утилизации мусора – отдельная тема. Особенно обостряется она летом. В контейнеры, предназначенные для твердобытовых отходов, складируют в буквальном смысле что попало. Это строительный мусор, отходы огородов, торговых точек и кафе. Для того, чтобы следить за порядком, представители «Уралтаза-сервис» вынуждены использовать специальную технику. «По городу у нас 20 машин, около 3000 контейнеров. Также есть GPS-устройства, с помощью которых мы можем отслеживать, насколько тщательно выполняется работа по очистке мусорных площадок». Стоит отметить, что за все правонарушения предусмотрено административное наказание в виде штрафа от нескольких МРП. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42. Помимо стихийных рынков и торговых точек, рейды организовали и с целью выявления незаконного размещения наружной рекламы. Главной целью сегодняшнего мероприятия является предотвращение, а самое главное – неповторение нарушений, которые порой повторяются с завидным постоянством. Наши корреспонденты расскажут подробнее. В течение двух месяцев все юридические лица были уведомлены о том, что в случае повторения нарушений последуют административные штрафы. Как показала практика, предприниматели не очень-то и боятся предупредительных листовок. «Как будет преступление закончено? Аж толпа собралась себе». «Вы сейчас нарушили административное нарушение, заложено статье 505». Многие предприниматели объясняют, что даже не знали о том, что на наружную рекламу нужно брать разрешение, а главное – платить налоги. Но представители отдела архитектуры и градостроительства утверждают, что для этого предпринимателям нужно обратиться к ним. Ведь незнание закона не освобождает от ответственности. «Пройти определенную процедуру согласно закону о рекламе 508-19 декабря и Налогового кодекса. Данная конструкция, вид рекламы, обязательно требует оформления разрешительного документа, который необходимо обратиться в отдел архитектуры и градостроительства города Уральска для получения данного разрешения». Только за это время было составлено более 100 административных дел в отношении юридических лиц, половина из которых оштрафована повторно. «Штраф на физических лиц – либо предупреждение, либо штраф в размере 20-ти месяцев расчетных показателей. На объект среднего предпринимательства в размере 30 расчетных показателей. И на субъект среднего предпринимательства в размере сарамака МРП и крупный принимается до 100 МРП». «Открыть свой бизнес – это лишь полдела, а раскрутить его – это работа не из легких. Ведь ни для кого не секрет, что двигателем торговли является реклама». Рустам Ашарипов, Мохаммед Консултанов, Рустам Джумашев, ТДК-42. Массовое заболевание крупнорогатого скота зарегистрировано в Акжаикском районе. Неизвестная болезнь косит телят и коров. Жители поселка Чапаево в растерянности. Они подозревают, что животные заболели ящером. Но ветеринары в этом сомневаются. «Да вот рога уже начали отслаиваться. Вот только я заметил. Это ящер тоже так же описано, отслаивается рога». Вот уже две недели жители поселка Чапаево бьют тревогу. Симптомы заболевания у животных похожи. Обильное слюноотделение, язвы по всему телу, хромота, отслоение рогов и копыт. «Пришли, сделали, сказали прививку против ящера. После этой прививки вся скотина заболела. До этого нормально ходила скотина, пошлась, все нормально. Потом заболела, все. Все лечение сводится к тому, что вот давайте марганцовку, соль, засыпаете в рот, промываете. Мы все это делали». Больных коров сельчане сейчас держат, отдельно от здоровых. Жители боят, что заболевание распространится и на людей. Пробы на ящер пока не подтвердились. Также ветеринары подозревают, что скотина заболела по стерилезам. «Когда повышается температура, снижаем температуру. Где хромает, где хромота, симптоматическое лечение антивитиком делаем. У него срок есть, антивитиком, сколько времени делать, это соблюдаем. Сейчас заболел где-то 62 головы. Пало 13 лет на сегодняшний день». Карантин в поселке пока не вели, из-за того, что диагноз не подтвержден. Но ветеринары просят людей не пить молоко, не есть мясо зараженных животных. Роман Копняев, Айбулат Жегепар, Александр Грабарев, ТДК-42. Десятки воздушных змей взмыли в небо над Астаной. Сегодня небо над столицей заметно преобразилось. Такой фестиваль змей проходит уже в третий раз и собирает известных пилотов и создателей змеев из Германии и России. Драконы, причудливые зверушки. В общем, настоящий воздушный зоопарк взмыл в небо с набережной реки Есиль, который на все дни праздника станет одним из эпицентров праздничного веселья. Фестиваль воздушных змеев – это яркое и интересное событие, которое стало прекрасным подарком всем жителям города в дни празднования Дня Астаны. Для большинства жителей и гостей Астаны в небесах ожили удивительные летающие существа. Это яркие морские чудовища, фантазийные персонажи и герои эпоса, а также множество удивительных летучих дизайнерских конструкций. Размеры летучих объектов, принимающих участие в фестивале, достигают до 40 метров в длину. И жители, и гости столицы не просто проведут время на свежем воздухе, но и получат возможность самим принять участие в фестивале. Кстати, организаторы фестиваля приехали сюда из Москвы, потому что в Астане всегда ветрено. В Уральске ключи от квартир вручили жителям 72-х квартирного дома, расположенного в поселке Зачиганск. Как заявил Аким Западноказахстанской области Алтай Кульгинов, до конца года в городе сдадут еще 13 многоэтажных домов. Новоселами станут очередники, молодые семьи и вкладчики системы жилстрой сбережений. Новоселье специально посвятили Дню Астаны, который отмечается 6 июля. Как отметил Алтай Кульгинов, этот праздник объединяет всех казахстанцев. Дом построен по государственной программе «Нурлажол». 72 квартиры. Половина из них предоставлена очередникам, которые стоят в очереди у нас в городе. И половина – вкладчикам жилстрой сбербанка. Еще в ближайшее время мы сдадим до осени еще три дома. Это один дом, 13-е пятно для молодых семей. Оно практически готово сейчас уже в последние штрихи. Дом 180 квартирных, 9 этажей – это по системе домостроительного комбината. Это для очередников. Еще один дом, вот 21-е пятно. То есть три дома до осени, а до конца года вот один дом в зале, еще 13 домов. Как отметили в подрядной организации, строительство 9-этажного дома было начато в сентябре 2014 года. Стоимость проекта – 550 миллионов тенге. В доме насчитывается 16 однокомнатных, 24 двухкомнатных и 32 трехкомнатные квартиры. Дом, который построен в течение 11 месяцев. Здесь работали бригады отдел строя. У нас бригады и каменщиков, и монолитчиков, и отделочников. Все есть, все свои постоянные кадры. И поэтому, соответственно, дом хорошего качества. Я думаю, что жильцы, которые в нем будут проживать, они оценят этот дом. А мы еще два года всегда будем с ними, потому что пока они обживутся, пока они наладят свой быт, мы будем с ними. Жители нового дома не скрывают радости. Планировка квартир очень удобная. Также благоустроенный двор. Мы ждали три года. Вообще, то, что можно получить вот таким вот образом квартиру, мы не верили в это. Нам говорили, дочка нас заставила пойти, подписаться, делать вклад. И когда только пошел процесс работы, мы поняли, что на самом деле, оказывается, не только выгодно, но действительно надежно. Что-то через три года, сегодня это уже прям подтверждено, что мы получили квартиру. В этом году запланировано сдать в эксплуатацию более 100 тысяч квадратных метров жилья. Роман Копняев, Айбулат ЖГПА, Рустам Джумашев, ТДК-42. Лучше поздно, чем никогда. Журналистов с профессиональным праздником поздравили представители Ассамблеи народа Казахстана. Ведь они, как никто другой, имеют прямое отношение к общественному согласию в стране, а значит, и к стабильному развитию нашей республики. Ассамблейцы выразили огромную благодарность за освещение всех мероприятий, связанных с работой Ассамблей народа Казахстана. Пожелали представителям масс-медиа всегда быть в гуще событий, творческих успехов и легкого пера. Ну а после выручили благодарственные письма и подарки. В числе награжденных оказалась и корреспондент телеканала ТДК-42 Эльмира Рахмешева. Наши журналисты всегда реально дают эту информацию, как она есть на самом деле. У нас, мы патриоты, мы знаем, что в нашем стране не должно быть никаких отрицательных. У нас должно быть все положительные материалы и положительная работа. Потому что мы делаем общее дело, чтобы был мир и цветание в нашем стране, мир и стабильность в нашем стране. Каждый, как говорится, их шаг у меня есть не только в фотографиях, но и, конечно, я все это записываю. И на страницах согласия уже три года как выходит. Спасибо сегодня за то, что они отметили так мой труд, что мой труд не остался вот как-то в стране. Полезен не только физически, но и умственно. Активистами нашего города уже не раз организовываются подобные мероприятия. Вот и сегодня, в преддверии дня рождения Астаны, были проведены соревнования по Тулгыску Малаку и Шашкам. Более 40 участников из пяти школ города, самому маленькому, из которых нет и восьми лет, приняли самое активное участие. Ни для кого не секрет, что подобные встречи воспитывают не только соревновательный дух, но и развивают умственно. К тому же, интерес к национальным играм среди подрастающего поколения в последнее время только растет. В честь праздника Дня столицы Астаны мы проводим соревнования по развивающим играм. Главная наша задача – занять детей в летнее время отдыха, а также пропаганда национальной игры Тулгыску Малак. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. А я напоминаю, что этот и другие выпуски новостей вы можете посмотреть на нашем электронном сайте www.tdk42.kz Всего вам доброго и до встречи в эфире. Прогноз погоды на 6 июля. Уральск плюс 18, плюс 31 днем. Актау плюс 20, плюс 31 дождь. Актубе плюс 16, плюс 28 градусов. Атырау плюс 21, плюс 29. Кокшитау плюс 15, плюс 21. Костанай плюс 16, плюс 23 градуса дождь. Козелордан плюс 21, плюс 31. Павлодар плюс 14, плюс 22 градуса днем. Петропавловск ночью плюс 15, днем плюс 22. Толдукурган плюс 19, плюс 26 градусов. Тарас плюс 20, плюс 31. Усть-Каменогорск плюс 18, плюс 23 градуса. Караганда плюс 13, плюс 19. Шимкент плюс 25, плюс 35 днем. Алма-Атам плюс 22, плюс 29. В столице республики Астане ночью плюс 15, днем плюс 22 градуса дождь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова